Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами поговорим о том, ради чего люди вообще играют в шашки. На одном из стримов гроссмейстера Юрия Аникеева, очень сильный украинский гроссмейстер, один из приглашенных гостей стал говорить о том, что в шашках денег практически нет. Ну и якобы люди там играют за копейки. По сути, вот эти копейки есть наша цена, цена игроков. Я хочу ответить вот этому человеку. Мы играем в шашки не ради денег, но ради побед. В книге Владимира Лангина, питерского гроссмейстера «Загадки и парадоксы шашечной игры» я эту книгу, кстати, приобрел еще в детстве. У меня даже есть автограф от Владимира Лангина. Есть забавный эпизод. В Санкт-Петербурге на Невском проспекте до революции был ресторан «Доминик». И посетителям вот этого ресторана вместо закусок и, так скажем, виноводочных изделий подавали шашечную и шахматную доски. Посетителями данного заведения были известные шахматные чемпионы «Ласкер», «Шиферс», «Пильсбери», «Маршал», «Чегорин». Также в этот ресторан заходили известные шашисты дореволюционной России. Это Каулен, Оводов, братья Шошины. И в этом ресторане проходили очень напряженные поединки. Можно сказать, что это была своего рода шахматно-шашечная школа. Сдюшор, как ее сейчас называют. И вот, что рассказывал о посещении данного ресторана в журнале «Шашки в массы» за 31 год известный мастер шашечной игры «Руссо». Хочу привести его слова, процитировать. Попав в среду испытанных игроков этой академии, с благоговением и трепетом смотрел я на окружающих меня. Все они казались необыкновенными и недосягаемыми игроками, магами и чародеями шашечной игры. Моя собственная игра казалась мне такой ничтожной, что я даже помыслить не мог лично с кем-либо сразиться. Мне казалось, что это была бы форменная профанация чудесной игры. Я держал себя на расстоянии и часами молча проставил за спинками стульев играющих, ограничиваясь только скромным наблюдением. Я ждал чего-то необыкновенного, что могло бы меня каким-либо чудом втянуть в эту игру. И каждый раз далеко за полночь после закрытия ресторана с затекшими и обломанными ногами от усталости я тяжело плелся домой. Друзья, вот именно ради этого, ради чувства победы, ради приобщения к чему-то прекрасному люди играют в эту древнюю шашечную игру. Всем рекомендую заниматься шашками. Ну и друзья, сегодня хочу поднять интересную тему. Виды прожников в шашках. Кто такие прожники? Прожники это люди, которые играют в шашки с помощью различных шашечных программ. Всего я подразделяю три вида прожников разных. Есть, конечно, больше видов, но для меня есть три вида основные. Первый вид, я их называю лошки. Это люди, которые довольно-таки слабо играют в шашки и хотят просто ощутить радость победы над сильными игроками. И они побеждают за счет использования шашечных программ компьютерных. Второй вид, я называю их честные прожники. У меня к ним вопросов никаких нет. Это люди, которые знают, что против них играют прогой. И они также включают прогу, чтобы сделать ничью. То есть прогу выиграть не может. Ну и третий вид прожников, которых я не уважаю, как и первый вид. Я их называю ленивые свиньи. Это то есть люди, которые очень классно играют в шашки, но им просто лень задумываться во время игры. То есть они хотят ощущать радость победы, но они не хотят думать. Потому что на самом деле шашки это очень сложная игра. Чтобы побеждать в шашках сильных соперников, надо прилагать просто неимоверные усилия. Это очень тяжело, друзья, на самом деле. Я когда выигрываю сильных соперников, но я программами не пользуюсь. Был всего один случай, когда я пользовался программой. Вот когда я играю без программ, я испытываю прямо огромную радость. Просто эйфорию, когда побеждаю, допустим, шашечных гроссмейстеров или шашечных чемпионов различных стран. Прям меня, друзья, что называется, штырит. Ставь лайк, если я ощущал подобную победу. И вот, друзья, один раз я все-таки пользовался программой. Это было на сайте Live Games. По-моему, и сейчас он есть, но я там не играю. Я попробовал включить программу шашечную и играл против соперника. По-моему, дебют Перекресток был. Но там я легко его задавил. Причем в незнакомом варианте. Я так не играю. И ни до, ни после этого я больше никогда так не играл. И, друзья, вы знаете, радость победы я вот от использования программы не ощутил. Мне стало стрёмно. Это просто, друзья, какая-то профанация чудесной игры. Действительно, вот как сказал мастер Руссо. То есть, никакой радости от победы это не приносит. Более того, я себя почувствовал каким-то мошенником, жуликом. Это было стрёмно, друзья. Так что играйте много, играйте честно. До свидания, друзья. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. Мне интересно ваше мнение. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.